Размер имеет значение. Риск заболеть раком или инсультом связан с ростом. Реанаука. Размер имеет значение. Риск заболеть раком или инсультом связан с ростом. 8 часов 22 октября 2019 года. Депозит фотос. Джинг 80. Человека. Депозит фотос. Джинг 80. Москва. 22 окт Реановости. Альфия Яникеева. На рост человека влияют мутации на 8 сотнях участников ДНК. Как правило, они определяют и другие особенности повышенную склонность к диабету второго типа, болезням сердца и злокачественным опухолям. Реановости разбирается, что предпочтительнее для здоровья быть высоким или небольшого роста. Чем ниже рост, тем выше риск. В 2015 году ученые из Университета Лестера, Великобритания, проанализировав данные почти 200 тысяч добровольцев, выделили 180 генов, отвечающих за рост человека. Дальнейшее исследование этих участников ДНК показало, мутации, ограничивающие рост, повышают содержание холестерина в крови. Кроме того, некоторые влияют на состояние кровеносных сосудов. А это означает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Авторы работы даже посчитали, что каждые дополнительные 6,4 см снижают вероятность инфаркта или инсульта на 13,5% и у человека ростом 150 см риск заболеть на 64% больше, чем у 180-сантиметрового. 18 сентября, 15.01 РИА Новости Ученые назвали простой способ защититься от инфарктов и инсультов. Длинные ноги – залог здоровья. Низкорослые чаще болеют диабетом второго типа, выясняли исследователи немецкого института питания человека под сдамри брюки. Каждые дополнительные 10 см к наименьшему значению роста – 169,7 см у мужчин и 157,8 см у женщин – сокращают риск этого заболевания на 41% у представителей сильного пола и на 33% у женщин. Это результат анализа медицинских историй и образцов крови 2,5 тысяч человек, у 820 из которых диагностировали диабет второго типа. Ученые сделали также поправку на возраст, физическую активность, курение и употребление алкоголя. Вероятность стать диабетиком менялась в зависимости от веса добровольцев. У стройных каждые дополнительные 10 см роста снижали риск болезни на 86% у мужчин и 67% у женщин. У полных этот показатель 36 и 30% соответственно. Кроме того, есть определенное преимущество у длинноногих. 2 июля, 16,26 ее наука. Ученые раскрыли необычную связь между диабетом и антидепрессантами. Рак предпочитает высоких. У высоких людей свои проблемы у них чаще возникают злокачественные опухоли, говорится сразу в нескольких научных исследованиях. Ученые из Ишиева университета в Нью-Йорке, США, обнаружили, что большой рост коррелирует с раком груди, колориактальным раком, раком яичников, щитовидной железы и меланомы у женщин в возрасте от 50 до 79 лет. По посчетам, каждые 10 сантиметров роста повышают риск злокачественных новообразований примерно на 13%. Причем поправка на другие известные факторы онкологических заболеваний этот результат не меняла. Исследователи Оксфордского университета, Великобритания, проанализировав данные больше миллиона женщин, подтвердили, каждый дополнительный 10 сантиметров роста увеличивает риск возникновения 10 видов рака на 16%. В самой крупной группе добровольцев, рост больше 175 сантиметров, вероятность злокачественной опухоли была в среднем на 37% выше, чем в самой низкорослой группе, рост ниже 152 сантиметров. 18 октября, 08.00 РИА НАУКА В России разрабатывают прорывную терапию против рака. По мнению профессора Калифорнийского университета в Риверсайде, США, Леонардо Нанни, высокие люди чаще страдают онкологическими заболеваниями просто потому, что в их организме больше клеток, а и значит, больше клеточных делений. Это увеличивает вероятность мутации, которая в конце концов приведет к раку. Согласно расчетам ученого, каждый дополнительный 10 сантиметров роста повышает риск злокачественных опухолей на 11%. Однако, несмотря на высокие шансы заболеть раком, именно рослые люди живут дольше, утверждают нидерландские исследователи. По крайней мере, это справедливо в отношении женщин. Изучив анкеты, заполненные пожилыми дамами в 1986 году, ученые проверили, сколько из них дожили до наших дней. Оказалось, что почти треть достигла 90-летнего возраста. И преобладали женщины ростом выше 175 сантиметров, со средними значениями индекса массы тела. Все они вели активный образ жизни и ежедневно занимались физическими упражнениями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова